В ходе предвыборной кампании все восемь кандидатов в президенты представили свою программу действий. Провели пресс-конференции с избирателями, расклеили плакаты и листовки со своей предвыборной программой. В течение 45 дней в школе проходила разработка системы выборов, в рамках которой были избраны председатели комиссии из активистов школы. Чтобы сделать выборы более равноправными, были привлечены почти все учащиеся, включая вторую и первую смену. Это ученики с 5 по 11 класса. Недавно прошли у нас дебаты, в которых кандидаты выразили свои идеи, взгляды на жизнь школы, на ее устройство. Большинство их идей были положены в основу их предвыборной кампании. После выбора президента, президент имеет право набирать сторонников, соответственно, которые будут помогать регулировать школьную жизнь нашей школы. У Владимира Ковалева, ученика 11 класса, есть идеи, как усовершенствовать школу. Он уверен, что успех зависит не от возраста. Я просто озвучил свою программу, которая состояла в том, что мы собираемся помогать детям-инвалидам, то есть собираемся их, так сказать, пристроить в нашей школе. Просто сделаем так, чтобы они не отставали от обычных учеников, они также будут участвовать в системе самоуправления нашей школы и так далее. Избранный президент будет участвовать в совещаниях, предлагать свои идеи и воплощать их в жизнь. Такая программа поможет ребятам при поступлении в высшие учебные заведения города и края. Победители определят путем традиционного подсчета голосов.